Скажите, пожалуйста, насколько полезно пить воду из медных стаканчиков? Есть очень хорошая тантра, она называется... Она называется... Она называется... Вашикаран, точно, Вашикаран. Тантра Вашикаран. Тантра Вашикаран — лечение медной чашей. В медной чаше внутри пишется мантра. Обычно это мантра, которая связана с огнем. Мантра огня — это мантра савитур. Умбурбу вас вахатат савитур вареньям баргуду васид матидую напрочу дая. Что на русский язык переводится как «пусть все плохое в огне савитура сгорит». И пусть он делает тепло для всех, кто меня любит и сжигает все, что мне мешает быть счастливым. Ну и такая мантра пишется. Ее можно найти, она называется... И наливайте туда воду и пьете. Если пить из такой медной чаши, как пишут Вашикаран, то заболевания исчезают. Какие есть еще методы, которые могут помочь человеку избавиться от заболеваний? Вот, допустим, сейчас собирается дождевая вода. Она собирается, та, которая идет ночью или на восходе солнца. И варится яйцо в кожуре одно. После этого делается три дырочки в этом яйце больших. Выносится на муравейник, ложится на этом муравейнике и произносится. Пусть яйцо исчезнет вместе с выздоровлением такого-то, такого-то человека. И человек уходит, но здесь главное, чтобы с ним никто больше не здоровался и не общался. Из медных стаканчиков очень полезно пить воду. Наша печень нуждается в меде, потому что при создании гипоцитов участвует минеральное вещество медь. При переизбытке меди развивается заболевание печени, называется болезнь Коновалова-Вильсона. И это при переизбытке, но тоже редкое очень заболевание, при отравлении медью. Так не бывает практически. И при недостатке развивается энцефалопатия. Уже доказано, что почему аргинин, аминокислота в аргинине находится какое-то количество меди.